Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас вновь на моем канале. Сегодня, как всегда, ваша любимая рубрика «Закупка продуктов на неделю». На самом деле, сегодня будет не только продукты, но и вообще другая утварь. Нам, например, нужны тарелки. Мы хотим купить прям 10 штук каждых видов. Уже мама присмотрела одни тарелки. Также хотим бабушке купить подарки, например, платье. Хотим купить ей платочек новый и вообще просто порадовать ее. И все это мы будем показывать вам. Если вам не интересно, то, конечно же, оставайтесь вместе со мной. Конечно же, цены я буду обязательно для вас указывать. Потому что я знаю, что в основном все смотрят из-за цен, чтобы сравнить, сколько у нас чувствует, сколько у вас. Так что пишите, пожалуйста, в комментариях, если вы видите существенную разницу в ценах, например, у вас в городе и у нас. Все, уже мы вышли из дома. Мне кажется, кто-то застрял в лифте, мама, перед тебе кажется. Такое ощущение, что кто-то стучит здесь. Может, мне кажется, я не знаю. Нет, мне все-таки кажется. Или сел, нур вообще. Есть вот такие вот тарелки красивые по 7 монат. Зашла в Миннесо. Тут, как всегда, обалденные сумочки. Вот такие стоят 20 монат. Прелесть просто. А еще есть вот такой вот вариант. Невероятно нежно смотрится по мне так. А такой мини-рюкзачочек 15. Есть разных цветов. Мы уже в Браво. Посмотрите, какая здесь атмосфера. Коврик красный. Романтический ужин с вином. Видимо, это все продается. Мне кажется, очень круто они продумали это все. Прям смотрится все вместе офигенно. И прям хочется купить. Видимо, речь идет про эти пледы. Они стоят по 20 монат на скидке. Мне кажется, самое то на осень. Окутался и сидим. А еще гляньте, что они тут придумали. Значит, такой стол. Что с чем сочетается. Свечи. Прям романтический ужин. Следующий стол. Здесь вот эти вот свечки, которые стоят 3 с чем-то. Тарелки 4,35. Только я не поняла, вот это или вот это, или это комплект. И вот так вот. Интересненько. 2,49. 2,50, так скажем, стоят. Вот такие вот упаковки для зубных щеток. Но они огромные. Просто, мне кажется, это не очень практично. Разве что здесь хранить для всей семьи зубные щетки. Они просто большие очень. Здесь поместится 4 щетки. Нашли мы тут классное постельное белье. Разные оттенки здесь есть. Пока что не можем выбрать, какое именно взять. Есть такое белое. Фиолетовое, синее. Выбор огромный просто. Для мукпанка, думаю, может взять эту дощечку. А то старая у меня уж слишком старая. Но она какая-то кривая. Посмотрите. Это мне не очень нравится. Такая дощечка стоит 10 монат. А еще здесь есть вот такие вот обалденные подносы. Стоит 7 монат. Очень красиво. Мне кажется, и богато смотрится. Может, даже уже не модно такое. Но мне нравится. Вот такие вот тарелочки. Хотя я супчики не очень люблю. Но скидочки прям манят. Как красиво. Как классно. Вот такой вот формат стаканчиков я вообще не люблю. Мне кажется, смотрится очень дешево. Огромный выбор. И они, кстати, стоят недешево. 3 моната. Еще тут выбираем простыни. Здесь получается 2 вместе. Одну покупаешь, вторая в подарок. Получается очень выгодно. Расцветок много. Но они, знаете, не универсальные. То есть не под все. Немного сложно выбрать. Но по идее они вот так вот на матрас надеваются. Это тоже очень удобно. Что-то нейтральное пытаемся найти. Здесь много всего. Вот это наподобие тоже. Здесь очень много резинок, заколок. Вот такую маме надо взять. А то она постоянно с резинкой ходит. И вообще, сколько бы я не покупала каких-то заколок для волос, в конце концов у меня все теряется. Как будто есть домовой, который специально это все дело прячет. Очень вкусно. Уфа. Очень красиво. Это, я так понимаю, сушеные киви. Это тоже сушеные. Кто знает, что вот это вот такое. Не будем трогать руками. Но еще интересно, что это. Если вы знаете, пишите в комментариях. Чтобы вам что-то сказать, я всегда захожу в ликерочно-водочный отдел. Просто здесь никого нету. Очень часто мне пишут в комментариях, что, айка, зачем ты показываешь тебе товары, которые, например, ты не покупаешь. Ну, блин, может быть, вам что-то понадобится. Вы захотите купить, прийти сюда, к примеру. Да, тоже полезная информация. Если показывать только то, что я покупаю, то можно, в принципе, это делать и дома. Зачем снимать тогда в магазине? Как раз-таки стараюсь для вас снимать то, что я не купила, например. Хотя постельное белье мы взяли. Пытаюсь найти безалкогольное пиво. Оказывается, это не так уж и просто. Не могу разобраться, какое из них безалкогольное, а какое алкогольное. Вот нашли рисовую муку. Мама будет готовить японские сладости. Мам, все, ты уже не открутишься, я уже сказала в видео. Тебя закидают сообщениями, что... Я сначала пробую, сделаю. Я очень захотела пить. Вот, вижу цель, не вижу препятствий. Я думала, сейчас эти парни сделают мне задний план. Вот, вы знаете, частенько я что-то, например, снимаю. Я потом на процессе монтажа вижу, там кто-то подтанцовывает сзади. Кто-то делает вот так вот. Кто-то делает вот так вот. За один монат пять штук. По цене одной, две штуки. Конечно же, берем. Я знаю, что мой брат смотрит это видео. Брательник. Смотри, что здесь есть. Просто смотри и плачь. Салфетки и какие-то такие вещи здесь дороже, чем везде. Да, мамулек? Еще вот такая вот акция. Молочный шоколад на сле. Хорошо, мам, я приду туда. Короче, две штуки по цене... Ой, три штуки по цене двух. Есть и темный шоколад. Но темный я не люблю. Люблю молочный. Честно, сколько не покупала зубные пасты, для меня все одно и то же. То есть особого какого-то отбеливания или какого-то суперэффекта я никогда не видела. Поэтому беру самую обычную. Давайте возьмем вот эту, что ли. Ой, самая большая, что ли была. О, огромная. Заколки. Как я не люблю такие заколки. Они ужасно путаются в волосах. Ну и даже как-то некрасиво смотрятся. И, честно, раньше обожала. Но мои все волосы оставались на вот этих вот бусинках. Это было ужасно непрактично, так скажем. Вот, но все они вот такие вот. Не очень. Девчонки, нашла такую штуку, чтобы красить брови. Типа стойкая крем-краска для бровей. Эффект татуажа. Хочется попробовать, но не знаю, насколько это будет эффективно и насколько это останется на коже. Я просто покупала однажды такую штуку. И, можно сказать, на следующее утро уже все стерлось. Было ужасно. Стоит такая штука почти 6 монат. Не знаю, покупать, не покупать. Думаю. Здесь есть множество таких интересных масок от разных производителей. Но я, если честно, брать не буду, потому что никогда не видела никакого результата ни от одной маски. То есть для меня что до, что после было одно и то же. Поэтому что-то не хочется брать. Может с такими вещами снять мук-банк для вас. Не знаю даже, как это называется. Прикиньте, всю пачку съесть. Или что-то такое. Кто-то знает, что это такое. Дворцовая халва. С фисташками. Халву я не люблю, ненавижу. А это не все любит. Интересно. Барни на скидке 1,79. Конечно, берем такую упаковочку. В детстве я просто мечтала сделать вот так и засунуть все это к себе в корзину. Теперь есть такая возможность, потому что я плачу. Интересные зефирки. Желтые. Вот и наша корзина. Собрали все, теперь едем домой. Дома вам подробно все покажу и расскажу, что же мы интересненького купили. Ну все, мы уже дома. На самом деле очень даже устали, хотя вроде бы ничего особо не делали. Когда из дома выходишь, даже если на прогулку приходишь, там уже уставший, как будто кирпичи таскал. В общем, купили мы много всего. Сейчас разложила уже на столе. Даже места не хватает. Настолько много всего купили. Вот вы заметите, в прошлый раз, например, в закупке мы покупали другие вещи. Здесь другие. Здесь больше посуды какой-то вот такой вот утвари. Сейчас вам подробно покажу и расскажу. Вот столько всего мы накупили. Здесь уже пришлось наслоить, потому что не помещалось. Жвачечки мои любимые. Я даже постельное белье открою и вам покажу, какое качество, что, как, почем. Может, вам тоже нужна вот такая вот красота. Овощи мы покупали не в супермаркете. Как всегда, мы покупаем на рынке, потому что там намного дешевле. Так, начать я хочу с посуды, потому что она нам досталась буквально даром, так можно сказать. Вот эти вот, например, глубокие миски нам обошлись всего 50 копеек. Это делает 21 рубль. Вот. Сразу купили несколько штук, потому что очень бюджетно. У нас открылся магазин около нашего дома, и там прям вот эта кухонная утварь, вот эти мелочи, стоят вообще копейки. Дальше вот такие вот, не очень глубокие. Они стоили тоже один монат. Тоже очень дешево. Эти поглубже. Они стоили два моната. Ну, в общем и целом, качество вот этих вот, они почти одинаковые. Эти немножко другие, и они покачественнее. Но я думаю, за такую стоимость как бы не жалко. У нас дома в основном посуда, знаете, такая доисторическая. Мне больше нравится белая посуда. Пусть она и недорогая, зато она как-то красиво смотрится в кадре, если я снимаю какие-то истории. Да и вообще просто приятно держать в руках. Дальше вот такие вот. Они стоили по монату. Кто это делает? 44 рубля российских. И еще мы заглянули в Минесо. Как вы знаете, я очень люблю этот магазин. И там мы взяли две вот такие вот тарелки. Эти стоили одна штука, 7 монат. Это достаточно дорого, но у них качество, мне кажется, получше, чем у этих. Да и фасончик интересный на мукбанках буду использовать. Приятно. Там еще, кстати, были ложки, вилки. Я хотела сначала взять, потом заметила, что они были чересчур поцарапанные. Я подумала, раз они на витрине уже поцарапанные, не стоит их брать. Взяли масло. Слобода. Всегда берем большой объем, потому что так экономнее обходится. Все равно все уходит, ничего не остается, так скажем. Белизна. Она, к сожалению, немножко разлилась. Мама даже учла этот момент. Попросила, чтобы на кассе дали целлофановый пакет. Поместила в целлофановый пакет, но, несмотря на это, вот видите, немножко протекло. Купила пиво. Сейчас все начнут. Ааа, начала бухать, все дела. Но нет, это безалкогольное пиво. Оно очень напоминает квас. Квас, а я квас на самом деле люблю, поэтому решила взять как-то на мукбанке, может быть, вместе попьем. Либо просто. Я спросила у консультанта, у ликероводочного отдела. Был консультант, очень, кстати, грамотный. Я спросила, что это за производство. Он сказал, что немецкое, самое лучшее, возьмите и все дела. Я взяла, конечно же. Дальше. Вот такую вот штуку взяли. Это, как объяснить, я не знаю, как правильно называется по-русски. Ну, в общем, вы берете, например, сковородку горячую, кладете, чтобы не обжечь стол. Тоже стоила в районе трех монат. Бюджетненько. Опять же, в этом же магазине взяли, где брали эту посуду. Рисовую муку мама взяла. Точнее, я заставила ее взять, потому что я видела рецепт моти или мочи, как правильно называется, я точно не помню. В общем, такая сладость японская. Выглядит обалденно. И мама обещала приготовить. Если получится хорошо, еще снимем для вас рецепт. Но это видно будет дальше. Взяли, конечно же, постельное белье. Оно было на скидке. Сейчас распакуем и вам покажем. Мы уже открыли. Вот эта расцветка нам очень понравилась. И швы здесь аккуратные. Все идеально. И плюс параметры подходят. То, что написано на упаковке, действительно соответствует. Но, к сожалению, вот эта вот красота нас очень сильно разочаровала. А прежде всего, вот такими вот краями необработанными. Но ничего, мам, я думаю, что за эту цену не жалко. То есть, в хозяйстве пригодится, так скажем. Если что, можно обработать край. Такой вот орнамент интересный. Ну, вот это вот бомба. Это очень понравилось. Дальше здесь Альпенгольд шоколадки. Две по цене, одной почти. Взяли без ничего, потому что мама очень часто использует на Айкуке. Такие шоколадки она растапливает. И делает украшения для всяких тортиков. Или какие-то десерты. В общем, вкусно бывает. Взяла вот такие вот маршмеллоу. Большую упаковку. Стоила она тоже недорого. Что-то в районе двух монат. Йогурты. Эрмигурт. Это взяла мама. Даже не два йогурта. Здесь даже четыре. Я каждое утро обязательно кушаю йогурт. Мне нравится. Мама говорит, что это полезно. Не знаю, сколько полезно это или нет. Но в любом случае взяли. Для мукбанка я взяла барни. У меня есть идея там снять мукбанк барни, мороженое, всякие сладости в одном видео. Я надеюсь, что вам понравится. Здесь пять штук. Однажды я снимала мукбанк. Там было 10 штук за раз. Я легко съела. Поэтому, думаю, здесь тоже особо таких трудностей не будет. Взяли салфетки, хотя там они стоят немного дороже. Раз уж зашли, решили взять. Хотя есть магазины, где можно купить салфетки гораздо дешевле. Это так. На заметку. Дальше здесь была акция. Взяла ежедневки. Средства гигиены. Здесь три. По цене, получается, двух. Или там какая-то акция была. Точно не помню. Давайте перейдем вот в эту часть. Самую интересную. Купили бабушке, наконец-то, платье. Я уже однажды ей покупала. Ей не понравилось. То есть, мне пришлось вернуть. И она тогда еще сказала, что мой вкус понятен только твоей маме. Пусть она, когда приедет, сама купит мне классное какое-то платье. Материал такой интересный. Она любит только темные вещи. Поэтому ей пришлось по душе. Платье зимнее как раз на зиму. Впереди зима. Дальше купили две сковородки. Одну мы уже используем. Купили ее вчера. А эту прям сегодня взяли. Диаметр 22 см. Здесь вот такая вот ручка. Другую я вроде вам показывала в инстаграме. Если я не ошибаюсь. Но она более такая, знаете, какая-то лакшери что ли. В общем, вот такая вот сковородка. В хозяйстве пригодится, как называется. Маме взяли халатик с таким. Я сколько не просила маму, что давай ты оденешь. Мы покажем, как на тебе смотрится. Что за халатик. Маме говорить не удалось. Мама комплексует, что она у нас такая пухленькая. Что будет смотреться не очень. Поэтому, к сожалению, просто показываю вам вот так вот. Дальше была акция. Опять же, две простыни по цене 7 монат. Или 8 монат. Что-то такое. В общем, мы взяли. Вроде как простыни вот так вот надеваются на кровать. Дальше, я очень сомневаюсь, что эта вещь действительно мне понадобится. За 5 монат купила вот такую вот хну, как бы для бровей. Эффект татуажа. Однажды я покупала такую штуку. И в результате она не делала ровным счетом ничего. То есть, кожа вокруг бровей не красилась. То есть, бесполезная штука была. Даже брови не красились. Мне даже не удалось вернуть. Я надеюсь, что с этой штукой так не будет. Как-то во влоге затестим с вами. И покажу вам. Также здесь заколки. Взяла вот такие вот крабики. Они стоили по 50 копеек. Этот и вот этот. Но он достаточно, знаете, такой плотный. Даже вот тяжело открывается. Я, конечно, с такими крабиками на улицу не выхожу. Но просто, знаете, дома собрать волосы очень удобно. А этот вообще мне запал в душу. Его купила для мамы. Мама всегда ходит с хвостиком. Я ее уговариваю, что, блин, сколько можно ходить с хвостиками. Здесь можно крабикам красиво собрать волосы. И кайфовать. Со мной кайфовать. Там песня такая есть, мне заела. Дальше купила шпильки. Сколько бы я их не покупала. Они вечно у меня теряются. Где-то остаются. Когда я кого-то ночую. Дальше здесь невидимки. Целая такая пачка. Пачка невидимок стоила 50 копеек. Что касается шпилек. Вот одна такая упаковка стоила 20 копеек. Вот такие вот штучки тоже стоили 20 копеек. Мне кажется, это очень бюджетно. Вот, естественно, не на улице. Просто дома как-то собрать волосы на быструю руку. Купила жвачки Дирол. Они там стоили очень дешево. 39 копеек. Поэтому я сразу решила взять несколько. Я очень люблю именно мятные. Потому что иногда, например, утром выходишь из дома. Ты ничего не поела. И бывает немножко неприятный запах изо рта. Дабы это избежать, я использую жвачки. Дальше вот такие вот прибамбасы для кухонных штук. Я даже не знаю, что это. А это я знаю. Это чтобы вынуть сердцевину у овощей или фруктов. Удобная вещь. Кофе. 5 штук за 1 монат. Калгейт. Это я вам показывала. Прямо когда покупала. А, забыла хлеб. Хлеб стоил 50 копеек. 50 копеек вроде как, да? Если я не ошибаюсь. Так, купили мясо сегодня. Я даже не знаю, сколько здесь килограмм. Это говядина. 1 килограмм стоил 12 монат. Но если вы хотите, например, взять без косточек. У нас здесь имеются косточки. Стоит 15 монат. Мне кажется, это очень дорого. Но что поделать. Вот так вот. Дальше рыбка с кумбрией. Было больше. Сегодня я 2 штуки пожарила. Одну для мукпанка для меня. Другую там мама с бабушкой съели. В общем, очень вкусная. Килограмм стоил 5,50, по-моему. Если я не ошибаюсь. Я вам точно цены буду писать. Дальше здесь грудка. Мы ее купили килограммами. Так, дешевле обходится. Опять же, на рынке. Вот. Часто что-то делаем. Я вообще, чем, например, говядину. Больше люблю куриное мясо. Дальше здесь виноград. Который вы просто будете шокированы. Почему мама купила этот виноград? По 60 копеек. Представляете? Вы просто гляньте. Ну как вам? Можно даже фотографии в инстаграмм сделать с виноградом. Я вообще люблю фотографии с едой в инстаграмме. Но хотя особо так не фотографируюсь. Потому что в ютубе полно подобных обложек для видео, так скажем. Здесь огурчики. Прям как будто с грядки сорвали. Красота. Так. Мама только что, когда выходила из комнаты, она сказала, как называется этот фрукт. Я постоянно забываю. Ну, в общем, такой вот фрукт мы купили. Здесь болгарский перец. Это два вида сладких перцев. А этот как раз таки со стренкой. Видимо, мама собирается солить. Потому что просто так, например, такой перец. Я съесть не могу. У меня брат ест просто, не знаю, как обычный сладкий перец. Как яблоко. Для меня это, если честно, не очень доходит. Красный и зеленый. И еще мы взяли оливки. Оливки стоили, если я не ошибаюсь, 5 манат с чем-то. Вы вправо взяли. Я всегда беру без косточек, потому что это безумно удобно. В общем, вот так вот. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Мне будет безумно приятно. Пишите комментарии, хотите ли вы еще, чтобы я снимала каждый раз, когда что-то покупаю для вас видосы. Всех люблю. Целую. С вами была Эмили. Всем пока.